Прямиком с площадки нашего двора в Сочинский профтехникум. Сегодня здесь день открытых дверей для школьников разных возрастов. Первая точка маршрута – кулинарный цех. Здесь учат самой вкусной профессии. Кстати, конкурс на поваров большой, говорят в техникуме. Профессия в Сочи востребована. Так же, как и специальность автослесарь. Практику мастера по ремонту машин проходят вот в этом специальном цехе. Меняется пирамида, которая у нас была перевернута, что все хотели становиться юристами и экономистами. Сейчас все-таки народ начинает понимать, что руками можно зарабатывать больше и, может быть, даже качественнее, чем тем полученным высшим образованием, которое на сегодняшний день не так востребовано на рынке труда, как обычная рабочая профессия. В Сочинском профессиональном техникуме учат по девяти направлениям. Помимо прочих, выпускают официантов, бухгалтеров, сварщиков. Вот здесь, например, учат познавать азы современных компьютерных программ. А здесь, на таких обучающих стендах, тренируются будущие электромонтажники. Ну а после экскурсии детям на обучающем уроке рассказали, чем может быть опасно электричество. И на специальном тренажере показали, какую помощь можно оказать человеку, которого ударило током. Я пришла сюда с площадки посмотреть, как устроены разные рабочие профессии, как устроено рабочее оборудование, к чему оно принадлежит, для чего оно, как оно устроено. Я хочу не уезжать из этого города и стать полезной для людей. Я учусь в восьмом классе, и скоро мне предстоит выбор профессии. Сегодня был я на экскурсии, и на этой экскурсии я узнал много новых о разных рабочих профессиях. Повар, слесарь, электрик, программист и так далее. Это поможет мне в будущем легко выбрать свою профессию. В этом году профтехникум планирует набрать 350 студентов на базе 9 классов. Кстати, все места – только бюджет. И, возможно, в будущем уже в качестве студентов сюда вернутся и те ребята, которые сегодня здесь побывали на экскурсии. Инга Габеша, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.